Хотел выключить камеру, дабы не показывать больше ничего, а заниматься сбором грибов, но тут уже не похвалиться таким количеством, такие пляночки такие симпатичные. И самое главное, эти плянки, как правило, почему-то вот в том месте, где очень сильно воняет ссяками, вот он грибок, вот грибок, вон грибок, вот он, вот он, вот он, где-то видел еще, Сережа, вот они, вот он один, два, три, четыре, и тут целая грибница. Я так думаю, где-то в этом окружении будет еще, а лично я еще видел везде, сейчас вот еще гриб, тоже шикарный, к которому, в принципе, я и направлялся. Сейчас я вам покажу, покажу, покажу. Вот он грибочек, который как бы я не видел, а еще я видел, вот они раз, вот он гриб, вон еще один, вон еще один, может быть старенький, но и вон еще один еще раз. Короче, начинаем резать, ребята, резать, только резать, резать, какая красота, боже мой, боже мой, дубок, листок, мох, а мох шикарный, толстый, он как проминается, он под палец как влезает. И искусственно посажены полосы сосен, лес искусственный, здесь его мало настоящего. Снова какашки, но это уже кабани, 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 блин, они свежие, ребята. Здесь какой-то хрюкала ходила, какой-то, вот какашенцы, тут стоит сильный запах, вот как вот хлеву, именно пахнет свиньёю. О, какой шум стоит, аж страшно, как бы самому не наложить. У нас обед, сколько можно уже ходить, бродить-то, погода успокоилась, стало тихенько, хорошо, там внизу вон долина, если видна уже, то спустится метро 15-20 и будет уже долина. У нас замечательные огурчики, и самое главное, кроме багета, к этому багету, у нас чудесный, вот какой красивый багет. Вчера Лина приготовила язычок, язычок говяжий. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Поднимаемся вверх, перекусили, решили больше никуда не идти, особенно на ту сторону. Ну вот, сейчас берём подъём в гору, и решили как бы по пути уже обратно походить по верху, посмотреть, потому что сумки у нас уже полные, уже нет желания себя изматывать лесом. Вон те верхушки, холмо там шикарное место конечно такое, просвечивается всё. И там грибов, я думаю, будет киша, именно киша. Потому что там, где мы заходили в тот раз, там не было видимости, вот смотришь на лес, не было видимости прозрачности его. А там место шикарное, там будет маслят, мне кажется, караул. Потому что там видно, что будет дно леса усеяно иголками. Вот оно именно рыжая, рыжая, рыжая на зелёном фоне. Так что по пути мы решили пока вот таким образом поднимать, где-то ещё поднабрать там до верхушки. А будь-нибудь там уже посмотрим. Потому что, в принципе, на тот момент, что нам часа хватило набрать наше количество. Заполнят наши пакеты, мою ёмкость. С нас грибов хватит, я считаю, что нам хватит. Тем более мы ехали. Мы вообще думали, что мы собираем, но не полагали, что в таком количестве. Потому что как-то, как правило, едешь, потому что, блин, ничего не собираю. Вот, пожалуйста, грибочек. Вот он растёт. Сейчас я его пилину. А вон ещё один грибок. Вот он гриб. И вот он гриб растёт. Так что видите, что вживую, получается идти, можно собрать грибы по ходу. Так что приступаем их пилить. Один, второй. Грибы хорошие, крепенькие. Ножка вся вон прозрачная. Ничего нигде не в него. Так что будем кушать с большим удовольствием. Вообще, когда грибы, они есть в лесу, их приятно собирать. И по лесу ходить хорошо. Ну вот. А когда нет, естественно, ты расстраиваешься. Переживаешь, что весь папушка пошёл, ноги избил свои. А грибов нет. Даже какое-то количество маленькое собрал. Всё равно приятно домой прийти и сделать ту же самую жареночку. Какая ёлочка красивая. Такие бы ёлочки на материке можно было насадить вокруг дома. Всё бесплатно. Лес богатый с хорошими ёлочками, всякими хвойными. Вот у меня уже целая моя бадья. Куда у неё ещё больше? Вот у неё всё. Сейчас ещё пособираю, вот этот верх заполнил. Он как раз потрясётся. И всё, пожалуйста. Можно двигать в сторону автобуса. Потому что нам ещё надо, ребята, добираться своим ходом. Где-то машины у нас. Да, не заработали. В наше время разве заработаешь на машину. Если жить, конечно, правильно, то не заработаешь. Не знаю, как это. Правильно, неправильно. Мне кажется, если не своруешь, денег не заработаешь. А у кого уже там отцами или кем-то построена иерархия бизнеса, конечно, человек будет обеспечен. Какая-то есть поддержка, подушка, так называемая её. А когда я родом из деревни, где был дом бабушки, родителей и мамы, что мне остаётся делать? Я работаю в другом городе. Снимаю квартиру. И что я зарабатываю? Ну, вот только мне хватает денег на экшн-камеру, ребята. И то это выдернул. Так, чтобы она была. Хочется же какой-то гаджет иметь, чтобы было пользование. Жизнь свою снимать. Смотреть на это всё и зазреть. И вспоминать. Елена Васильевна, довольна вы грибами? Довольна. Мы собирали много, надышали свежим воздухом. Ты не устала? Очень устала. Очень устала. Ничего страшного. Дом на тебя ещё ждёт. Уставшая, но довольна. Два ведра наших грибов. Я тебе, конечно, помогу. Мы с тобой вместе их переберём, намоем, поварим. Намоемся и будем потом на диванчике полёживать. Правда? Да. Ну, вот. Там у тебя грибы есть? Красивые? Сейчас, погоди, пока не пили. Сейчас хочу я тоже их заснять. Что? Журавли? Да. О, да. Это они. Ребята, шикарные грибы. Ох, тут целая троица. Вот это да. Вот сейчас я вам покажу какие-то ноги. Они толстенные. Сейчас у меня нож подлинь, Ленка. Позвольшь? Срежу, то держи их. Ага. Покажи, какой грибочек. Вот, о какой. Обалдетельный. Он под самый низ. Под самый корешок. Сейчас подожди. Немножко толстые, длинные. Доставай. Резал я его? Да. Ага. Это вот ещё один. Ну-ка покажи сразу. Вот. Они, ребят, мясистые. Тут их четыре штуки. Класс. Они мясистые. А не знаю, что напоминает. Какие-то вешенки вот такие по мясу. Мягенькие. Но самое главное, что они вот мне что нравятся. Они жаркие там и варки. Они не распадаются. Они просто обалденные. Так что вот так. Всем приятного просмотра. Продолжаем съёмку. Потому что никто никуда не удаляется. Все сидят на своих диванах. И вместе с нами прогуливаемся по Крымскому лесу. А называется это... Как это называется? Военная горка? Воинская. Или Воинская горка. Остановка. И слава Богу, что мы пошли сюда, на эту сторону. Потому что если бы мы пошли влево, наверх, куда все ломанулись-то, я сделал для себя вывод. Вывод. Ренчик. Сейчас договорю, что куда идут люди, лучше это миновать место. Сейчас я вам еще покажу. Подожди, подожди, подожди. Где ты видишь? Это листочек. Это листочек. А вот он грибочек. Обалдительный. Изумительный. Красавец. Сейчас, ребята, надо... Ты пока сходи там, посмотри. Я хочу еще в инстаграм выложить... Сейчас, ребята, ходите. В инстаграм. Ого-го. Так, у нас время 13.36-37, да? Приехали мы сюда в 11? Или, наверное, в 12, наверное, в 12-м часу мы приехали, пока мы там пешком, пока мы прошлись сюда. Ну да, где-то уже почти два часа ходим даже. А тут два даже и, боже мой. Тоже два штучка. Оп, низ. А, нет. Один. Один. Два. И вон маленький еще раз. Тоже. Ох, у них ножка длинная. И три. Все, забираем. Забираем, 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 забираем. Это все нам. Это все нам. И это все нам. И это все нам. Болел. Сейчас, секундочку, господа. У нас две руки. Не успеваем еще делать. Снимать, фотографировать. Фух. Ты никогда не переела? Нормально все. Что-то мне кажется, что у меня это, полный желудок. Даже нагибаться проблематично. Сережки. Нормалды. Нормалды. Идем дальше. Зап 때� Code CNSOŒいました. Я не знаю, reorganизировать выше. В термин. Подогибающее.